Доброго вам дня дорогие друзья! Порядок разборки китайских кварцевых часов в большинстве случаев одинаков. В этих часах будет дешевый универсальный механизм, который можно встретить как в детских часах за бакс, так и в солидных копиях внешне не отличающихся от именитых брендов. Скажу сразу, механизм мандаразовый ремонту не поддается, но на удивление надежный и проверенный временем как лампочка реча. Максимум что мы тут можем сделать это полностью заменить механизм позаимствовав его у донора, либо вернуть на штифт отпавшие стрелки или как в моем случае поправить секундную стрелку, которая стала цепляться за минутную. Ну и самое простое это заменить батарейку. Чтобы снять заднюю крышку возьмите острый предмет и приложив усилие надавите к центру и вверх. Делайте это осторожно, не повредите руки. Ну вот готово. Самую сложную работу мы уже сделали. Осталось снять ключ, в простонародье заводную головку. Вот здесь есть специальная выемочка. Нужно слегка надавить и одновременно потянуть ключ на себя. Теперь извлечем пластмассовую рамку и можно достать механец циферблатом. Если у вас отпала какая-либо стрелка, вернуть ее на штифт можно с помощью пинцета и иголки. Работа ювелирная, но если с моторикой у вас все в порядке, то с задачей справитесь. Мне же достаточно малость подогнуть секундную стрелку вверх. По-моему достаточно. Собираем в обратной последовательности. Ставим на место циферблат с механизмом. Затем пластиковую рамочку. Выровняем ее относительно отверстия для ключа. Вполне прилично. Батарейка вынимается достаточно просто. Можно поддеть ее иголочкой. И поставить на место вы сможете ее тоже без особого труда. Теперь поставим ключ на место до щелчка. Вот и готово. На задней крышечке должна быть прорезь. Прорезь должна находиться напротив ключа. Ну вот и все. Сейчас посмотрим насколько удался мой ремонт. Будут ли касаться секундная стрелка минутной. Ну как видите все замечательно. На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь оно помогло вам. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч.